Недоступная среда. Люди с ограниченными возможностями вынуждены оставаться за порогом не только магазинов, но и аптек. Всего в список, где инвалидам не рады, попали 15 адресов, и это только в заводском районе города. Напомню, с 2011 года по всей стране действует федеральная целевая программа «Доступная среда». Но, видимо, закон написан не для всех. Наша съемочная группа вместе с сотрудниками прокуратуры прошлась по адресам. Евгений Магин продолжит тему. Государственная программа «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями» оказывается не всегда преступна. Ежедневно выезжая со двора своего дома, Сергей Павлович, инвалид-колясочник первой группы, ради того, чтобы приобрести анальгин, вынужден в буквальном смысле штурмовать неприступную аптеку, которая всего в нескольких метрах от дома. Нажав кнопку вызова персонала, через пару минут из дверей аптеки выбегает молодая девушка-фармацевт, которая в одиночку никак не может провести вовнутрь инвалида-колясочника. Поэтому обслуживать приходится прямиком на улице, невзирая на то, что аптеки обязаны быть доступны для всех граждан. Если подъезжает человек-инвалид, либо же у нас еще рядом детская поликлиника, очень много мамочек с колясками, звонят, вызывают нас все время двое в смене, то есть один человек всегда сможет обслужить и выйти. Правда, такое уличное обслуживание не делает для инвалиду среду доступной. Учитывая это, сотрудники прокуратуры заранее провели экспертизу, которая показала, что данное заведение недоступно для людей с инвалидностью. Дело в том, что вот просто даже с помощью сопровождающего лица, но так как вот не совсем оборудовано, а в некоторых местах вообще как бы не оборудовано сам магазин, то есть попасть вообще нереально. Нереально попасть оказывается и в крупный торговый павильон, который расположился в центре заводского района. Пандус вроде как есть, но пользоваться им невозможно. По заключению прокуратуры и специальной комиссии, пандус в этом торговом центре установлен с грубыми нарушениями. Кнопка вызова персонала установлена на самом верху пандуса. Чтобы нажать на нее, человек с инвалидной коляски должен в буквальном смысле взобраться по крутому уклону. Хотя по правилам, эта кнопка должна находиться внизу. Но признать это нарушение представитель администрации магазина не хотела, ссылаясь на то, что некомпетентно комментировать ситуацию, а начальства нет на месте. В силу своей занятости, понимаете, эти люди не находятся здесь на месте. Поэтому на телефоне представитель администрации. Пару раз представитель магазина убегала в служебное помещение, либо же разговаривала по телефону с руководством. Спустя несколько минут диалог все же состоялся, но в присутствии представителя правоохранительных органов. Пандус не оборудован поручнями, что также не соответствует вышеуказанному своду правил. Отсутствует яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне двери, что не соответствует аналогичным правилам свода. Вышеизложенные нарушения были отражены нами в представлении, которое направлено в адрес руководителя данного учреждения. Кроме того, был вызван данный директор прокуратуры заводского района Саратской области. В ходе проверки сотрудники прокуратуры заводского района в общей сложности выявили 15 нарушений. Руководителям данных организаций и учреждений направлены соответствующие требования о необходимости явиться в прокуратуру заводского района для дачи объяснений и вручение постановлений предусмотрено и вручение постановлений по привлечению к административной ответственности по статье 9.13 Кодекса административного правонарушения за несублюдение устанавливаемых требований закона. Через месяц сотрудники правоохранительных органов вновь пройдутся по адресам, где были выявлены нарушения. В случае, если все останется без изменений, законодательством предусмотрен штраф в размере от 3 до 5 тысяч для должностных лиц. А вот юридическим лицам за подобное правонарушение придется заплатить не менее 40 тысяч рублей. Евгений Магин, Максим Пустовалов, Саратов, 24.